Семейная ферма Блейнов Но теперь Эрик Блейн с тоской смотрел на здание закусочной, возле которой стояла пара древних грузовиков, заросшие травой, уже начавшие врастать в землю. Рядом с ним стояла его жена, которая озиралась по сторонам, и все никак не могла понять, почему они приехали сюда. Эрик перевел взгляд в сторону, скользнул по дороге, что шла посреди двух кукурузных полей. Прямо к старому фермерскому дому. Эрик до сих пор помнит, что дом этот небольшой, но очень уютный. И там до сих пор жил его отец. Интересно, как ему удавалось справляться с таким количеством работы в одиночку. Впрочем, закусочная больше не работала, и этим шоссе теперь редко кто уже ездил. Ферма не пришла в упадок, но доходы снизились, что сподвигло в свое время Эрика уехать в большой город. И постараться построить жизнь по-другому. Скандал с отцом, что предшествовал его отъезду, Эрику совершенно не хотелось вспоминать. Тем более, с того момента прошло почти уже 20 лет. И вот теперь Эрик снова стоит на семейной ферме Блейна, и с тоской смотрит на некоторый упадок, который чувствовался везде. Когда не стало матери, отец начал управляться здесь один, и нельзя было сказать, что у него не получалось. Братья и сестры Эрика разъехались, и с отцом только периодически созванивались. Эрик жил ближе всего, поэтому и поехал сюда, когда отец позвонил и пожаловался на внезапно скрутившую его болезнь. Невзирая на прохладные отношения, отказать в помощи пострадавшему родителю Эрик никак не мог. Вот и пришлось ему с женой вместо курорта ехать на семейную ферму, чем она была вполне ожидаемо недовольна. Но деваться было некуда. Одну жену Эрик бы ни за что никуда не отпустил. Да и так он ей старался всегда угодить. Они чуть не поссорились, когда он объявил об их поездке в отпуск на ферму. Но Эрик нашел слова, чтобы угомонить жену. Дом встретил тихими скрипучими вздохами старости. Здесь теперь было как-то серо, тускло и уныло. А отец обнаружился на своем любимом месте. На старом деревянном стуле, сидящем на веранде. Что удивило Эрика, так это ружье, которое лежало у старика на коленях. Поздоровались они как-то скомканно, прохладно. Эрик, смотря на отца, не чувствовал ничего. Только где-то глубоко внутри его слегка что-то царапало. Но по сути ему не хотелось находиться здесь. Да еще и жена выказывала свое недовольство, сердитокремя посудой на кухне. Но он не мог бросить отца одного, невзирая на их плохие отношения. Попросту не мог. Ведь это был его отец, как ни крути. Отец и сын неловко молчали, оба смотря в сторону кукурузного поля. Из-за того, что дождей давно не было, кукуруза высохла и шуршала сухими листьями от малейшего ветерка. И этот шелест не нравился Эрику. Он напоминал ему какие-то моменты из детства, которые он бы предпочел забыть. Эрик поколебался, но спросил у отца, почему он сидит на веранде с ружьем. Да еще и в такую духоту. Отец поднял на него красные от недосыпа глаза. И Эрик с неожиданной ясностью осознал, как отец постарел. «Там что-то есть. Я не хочу, чтобы оно вошло в мой дом». Голос отца звучал сухо и натреснуто, как воздух, что дрожит нагретый лучами солнца на шоссе. Эрик вздрогнул и тоже бросил взгляд в поле. Но, конечно же, он ничего там не увидел. Он бросил взгляд на отца, который вновь вернулся к созерцанию своих владений. И едва сдержал брезгливую гримасу. Для него было очевидно, что отец сходит с ума. Сходит с ума от одиночества. От груза прожитых лет или от чего-то еще. Неважно. Он ничего не ответил отцу. И ушел в дом к недовольной жене. Разговаривать с отцом не хотелось совершенно. Эрик наблюдал за отцом и все больше чувствовал, как недовольство растет внутри него. Отец редко покидал свой пост. Спал он мало. Выбирал время перед самым рассветом и примерно до полудня. Все остальное время он садил на стуле на веранде. Со своим ружьем. И бесконечно смотрел в поля. Разговор у них не клеился. Эрик пытался добиться от него ответа по поводу болезни. Но стрик только отмахивался от него, говоря, что сын что-то неправильно понял. Он великолепно справляется в одиночку, как и справлялся раньше. Жена Эрика недовольно кривила губы, смотря на отца мужа. И когда они оказывались в спальне за день нагретый солнцем, тихо высказывала мужу свое недовольство. Ведь они могли поехать и отдохнуть, а не разделять быт с обезумевшим стариком. Эрик сквозь зубы просил жену заткнуться наконец и перетерпеть их отпуск. Вот и все. Отец не обращал внимания на их тихие ссоры, что больше всего выводило из себя жену Эрика. Не благодарил за еду, за постиранные вещи, за то, что убрала бардак в доме. Женщина сжимала кулаки от злости, но ей не хватало духу высказать свекру свое недовольство. А вдруг этот старик настолько обезумел, что воспользуется своим ружьем? Напряжение в доме росло. Но старик, казалось бы, совершенно не обращал на это внимания. Он не рисковал покидать свой пост надолго. Он знал, что в полях что-то есть. И ждал, когда это что-то попытается напасть на него. Однажды, утомленный ссорой с женой, Эрик пришел к отцу. Он молча сел на теплые ступени крыльца, держа в руках прохладную бутылку с газировкой. Вечер медленно опускался на ферму, вытесняя полуденный зной. И даруя долгожданную прохладу, на темном полотне неба медленно зажигались звезды. И Эрик поднял голову любую с серебристой россыпью над своей головой. В городе такого не увидишь. Оно пришло три года назад. Неожиданно тихо заговорил отец. Настолько тихо, что Эрику пришлось задержать дыхание. И он даже шелохнуться боялся, чтобы не перебить отца. Который наконец решился рассказать о том, что его тревожило. Оно поселилось прямо в поле. Пряталось среди посадок. Сначала сожрало всех кур. Я думал, что это волк или лиса. На худой конец койот. И даже поставил на него капкан. Но это его не остановило. И он полез задирать крупный скот. Его ему хватило достаточно надолго. А в этом году я не стал никого покупать. Зачем, если все равно он усажрет всех? Эрик вспомнил, что обратил внимание на то, что у отца не было никакой живности. Даже собачья будка была пуста. И только обрывок цепи полился перед ней. И было такое ощущение, что кто-то эту цепь просто перекусил. Но он не обратил на это внимания. Но вот сейчас эта деталь почему-то очень ярко всплыла в его голове. Ты наверняка считаешь, что это бред одинокого старика. Не могу упрекать тебя в этом. Если бы я это не видел, я бы никогда не поверил и сам. Было слышно, что отец ухмыляется. И как он крепче сжал свое ружье. Один раз оно напало на меня. Я был со своим ружьем, поэтому смог отбиться. Оно запомнило боль. И теперь прячется в полях. Оно ждет. Жду и я тоже. Уезжайте отсюда, Эрик. Вам здесь делать нечего. Я сам со всем справлюсь. Утром сажай жену в машину и езжайте. В спальню Эрик поднялся с неприятным ощущением в груди. Конечно, он не поверил ни слову. Это ведь действительно звучало, как бред старика, который слишком долго был в одиночестве и который просто свихнулся из-за этого. Какая неведомая тварь может обитать в полях? Лежа в постели рядом с женой, которая уже посапывала, Эрик с горечью понимал, что им нужно уезжать отсюда. Рука у него не поднялась бы заставлять отца ехать с ним. Но что было ему делать? Бросить отца одного? Попробовать уговорить его? Что ему делать? Эрик лежал, смотря в потолок и задумчиво кусал губы, совершенно не понимая, что ему делать в данной ситуации. Да, у него были не слишком хорошие отношения с отцом. Но его остановит долг позаботиться о нем теперь, когда он остался совершенно один и стареет. Может, все-таки попробовать уговорить его на переезд? Какой смысл цепляться за старую ферму, которая постепенно приходит в упадок? Сладостная дрема начала окутывать его. И сквозь легкий сон он слышал какие-то неясные звуки с улицы. Но они не были настолько громкими или пугающими, чтобы стряхнуть с ног сон. Перед самым рассветом, когда небо начало наливаться тяжелой серостью скорого жаркого утра, неожиданно раздался громкий выстрел. Эрик и его жена подскочили на постели, ошалело, смотря друг на друга. После чего мужчина бросился на улицу. Отца обнаружил лежащим на веранде. И на его лице навеки застыла болезненная радость от того, что он совершил. Эрик бросился к нему, но тело уже было холодным. А закостеневшие пальцы все еще крепко сжимали его ружье. Но ведь выстрелы не слышали только что. Подняв взгляд, Эрик увидел это. Впоследствии он предпочел думать о том, что это была просто мутировавшая собака или койот. Не более того. Ведь у нормального, привычного человеческому глазу существа не может быть такой огромной пасти, усаженной крепкими белыми зубами. Не бывает такого худого костлявого тела, покрытого короткой серой шерстью. И не может быть таких длинных лап, которые больше всего напоминают человеческие руки с длинными тонкими пальцами. Просто не может быть. Это существо Эрик закопал в поле. И никому не рассказывал о том, что именно уничтожил его отец. Сам он, как потом оказалось, умер еще вечером. Задолго до того, как раздался выстрел. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok